22 июня – День памяти и скорби, напоминающий всем о вероломном нападении фашистской Германии на нашу страну. 82 года назад в этот день началась Великая Отечественная война. В память о тех, кто ценой своей жизни отстаивал свободу и независимость нашей Родины, в городце прошел митинг. В этот день началась война, которая была самой страшной в истории нашего Отечества. Мы должны и мы будем помнить о нем всегда, потому что он неизгладимо отразился в нашей исторической памяти. Мы должны и мы будем помнить его как слова нашего гимна, гимна Российской Федерации, который объединяет всех нас, и только так мы можем говорить о победе. Только единство может предопределить исходы того противостояния, перед которым сегодня столкнулась наша страна снова. Россия оказалась на аванпосте противодействия этому мировому злу. Вы знаете, сегодня против нашей страны ведется фактически три войны. Это война на поле боя, экономическая война, санкционная и информационная война. История повторяется, наше дело, чтобы тех событий не повторились. Конечно, подвиг наших дедов, прадедов, блокадников, тружеников тыла, простых солдат, медсестер на поле боя мы не должны забывать, должны передавать из уст в уста. Поэтому помнить историю значит знать вечная слава участникам и героям Великой Отечественной войны. На фронтах Второй мировой воевали 11,5 тысяч грачен. Почти каждый второй погиб на полях сражений или пропал без вести. На митинге прозвучало много слов о том, как важно сохранить историю для будущих поколений. Об этом говорила и Валерия Лисовская, автор гимна «Бессмертный полк России». Свою песню она исполнила для грачен. Проходят времена, уходят имена, но никогда нам не забыть военные года. А память без границ, так много ясных лиц, со старых фотографий, словно стая мирных птиц. И ты иди в строю, за родину свою. И будет долг, пошел бессмертный полк. И встали в ряд живые и ушедшие не в срок. И будет долг, пошел бессмертный полк. И встали в ряд живые и ушедшие не в срок. Память героев Великой Отечественной войны в этот день участники митинга почтили минуты молчания. И возложили цветы к вечному огню. Редактор субтитров А.Семкин